Всем привет и добро пожаловать в видеосчет Гласснот за неделю 36-2023-го. Сегодня мы с вами посмотрим на несколько показателей, которые объясняют картину в крупном макромасштабе. И особо внимательно посмотрим на движение капитала. Для этого у нас есть несколько очень мощных инструментов, которые нам ясно покажут агрегированный поток капитала. И особенно хочу подчеркнуть, что мы с вами насмотрелись достаточно слабости. Мы с вами говорили о режиме низкой волатильности, мы говорили о рисках движения ниже. Эти предостережения отыграли, но сейчас я хочу укрупнить картину и посмотреть на ситуацию с макроперспективы. Что из себя представляют настоящие средства, поступающие и выбывающие из цифрового пространства, и что это нам говорит о агрегированной структуре рынка и куда мы пойдем дальше. Сегодня мы с вами сосредоточимся на очень простом концепте, где абсолютный и подавляющий объем капитала, поступающий в или выбывающий из этой индустрии, через один из трех активов. Биткоин, эфир или стейблкоины. Да, капитал поступает также и через другие активы, но эти величины несравненно меньше, по сравнению с объемами, поступающими через эту тройку. Но в любом случае, туда, куда идет биткоин или стейблкоины, плюс-менно туда идет и рынок. И вместо того, чтобы погружаться в детали и сложности, мы возьмем и сосредоточимся на крупном. А также посмотрим на их взаимное движение. Как меняется оборачиваемый объем стейблкоинов, и конкретно посмотрим, как меняется реализованный капитал биткоина и эфира, так как, вероятно, это лучшее представление входящего и исходящего движения капитала. Окей, сейчас мы с вами посмотрим на биткоин и эфир. Давайте назовем их крупником. Также мы посмотрим с вами на стейблкоины, балансирующие между ними. Также мы укрупним картинку и посмотрим на макродвижение средств. Итак, большинство этих показателей используют реализованный капитал биткоина и эфира, беря во внимание все прибыли и убытки в чистом виде, что для меня является самой лучшей оценкой истинного капитала, движущегося в и из рынка. Следующие стейблкоины. И здесь мы посмотрим на объем стейблкоинов, потому что, когда есть спрос, мы наблюдаем выпуск стейблкоинов. А когда спрос падает, мы видим погашение стейблкоинов, то есть люди буквально забирают свои деньги, выводя их в фиат. Зеленое, очевидно, показывает нам приток капитала. Красное — отток капитала. Мы видим этот провал как часть медвежьего рынка. Был огромный отток капитала, что очень похоже на показатель СОПа, когда у нас был период чистого притока. Далее, синяя кривая — это стейблкоины. И обратите внимание, как им тяжело. Я даже на некоторое время отключу всплывающие подсказки. Вы видите, эта синяя линия в нижней части — это стейблкоины. Мы к ним еще вернемся. Некоторое время они переживали чистый отток. На самом деле, это происходило с момента краха Луна. Плюс-минус. Импульс, который мы видим с вами в начале года, изображенный оранжевым, показывает сумму биткоина и эфира. По сути, капитал начинает входить в этот крупняк, одновременно выходя из стейблкоинов. И вы видите, как общая сумма развернулась, показывая чистый отток. Но давайте посмотрим на еще большие детали. Зеленые — это стейблкоины, синяя линия — эфир, а оранжевая — это биткоин. Позвольте мне быстро отключить подсказки. И здесь есть несколько моментов. Возможно, это не имеет смысла во время аптренда, но посмотрите, что у биткоина капитал движется первым, после чего идет эфир, и только затем капитал следует в стейблкоины. Это буквально нам описывает кривую рисков. Люди в первую очередь идут в биткоин. Этот основной актив, который обычно ведет рынок. После этого мы видим все больше спекуляций, входящих в другие сети. И, следуя за этим, обычно идут стейблкоины. Растет спрос на сделки с плечом, на займы. Все больше начинает привлекаться капитал. Появляется венчурный капитал. И начинается спекулятивная мания, которая обычно вызывается стейблкоинами. Но также мы видим общий агрегированный чистый отток. И также мы с вами видим, что буквально с апреля, или, может быть, с мая, определенно происходит в эфире чистый отток. Стейблкоины постоянно находятся в отрицательной зоне, и даже вот здесь биткоин все-таки начинает свой спад. То есть, уверенно, по всем трем крупнейшим активам мы наблюдаем отток капитала, или, по крайней мере, ослабление притока, с точки зрения того, что происходит, и что очень хорошо вяжется со смягчением данного тренда, который мы видели. И переходим к стейблкоинам. Стейблкоины — это очень интересный зверь, так как здесь очень многое происходит под водой. Если мы посмотрим исключительно на агрегированный объем стейблкоинов, в который входит тизер, USDC, также DAI, BUSD, и недавно мы добавили TrueUSD, так как на этот стейблкоин в настоящий момент переходит Binance, то увидим, что здесь происходит чистый отток. То есть, происходит погашение стейблкоинов уже некоторое время. Но еще один важный момент, на который надо обратить внимание, это изменение доминации. Тизер значительно подрос, и эту силу он буквально черпает от USDC. Но для этого есть множество объяснений. Прежде всего, у тизера есть значительно большее распространение за пределами США. А USDC в основном предпочитают инвесторы из США. А инвесторы из США имеют право доступа в настоящий момент к 5,5% безрисковых активов, то есть к казначейству США. Очень большая часть мира не имеет доступа к этому рынку капитала. Поэтому мы с вами наблюдаем географическое распределение, когда тизер расширяет свою доминацию, а USDC теряет. И отчасти это, вероятно, связано с неравномерностью распределения доступа к рынкам капитала. Но в крупной картине мы видим, как объем стейблкоинов продолжает сокращаться. И во многом это означает отток капитала в виде довольно постоянного, долгосрочного процесса с момента краха луна, вытекающего в отток капитала, что, вы можете утверждать, буквально показывает нам режим медвежьего рынка. Или определенно, по крайней мере, похмелье после медвежьего рынка. Но в любом случае, это говорит нам об окружении медвежьего рынка. Поэтому это необходимо держать в голове, чтобы понимать движение капитала. И определенно, когда это начнет меняться, это станет индикатором того, что, по крайней мере, рынок начинает меняться. Но помните, что биткоин и эфир из предыдущей части обычно становятся первыми, а после мы наблюдаем приток капитала в стейблкоины. Но важно, у нас был только один цикл. А стейблкоины в пространстве были крупняком в предыдущем цикле. Таким образом, мы с вами говорим лишь о маленькой части данных. Но повторюсь, что нам нужно внимательно следить за данным трендом этой крупной картины. И последний график, который я хочу с вами изучить, это агрегированный объем стейблкоинов. Посмотрите, он не просто негативный, он последовательно негативный. Да, со временем он становится менее негативным. Но с точки зрения чистого тока, он все же остается негативным. Это одна из важных вещей, за которой нам нужно внимательно следить. На тот случай, если мы внезапно развернемся и сделаем переход в противоположную сторону. И спасибо, ребят, что посмотрели этот выпуск. Надеюсь, он вам был интересен, так как в нем мы постарались максимально укрупнить картину и посмотреть на нее в макромасштабе, складывая совместно разные части пазла. Мы здесь увидели много совпадений, а главное — целостность картины. Большинство из использованных видеопоказателей вы найдете в дэшборде по ссылке в описании. Также большинство графиков, на которые мы с вами смотрели, находятся в разделе «Обороты рыночного капитала». Информация об обороте капитала помогает нам понять, как изменяется денежная масса, двигаясь внутри системы, какая их часть движется в сторону крупняка и в каком порядке, а также какая часть движется в или из стейблкоинов, во многих случаях являющаяся для них парной монетой. В общем, я надеюсь, информация была для вас полезна. Увидимся. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»